Друзья, всем привет! Меня зовут Сергей Трейсер. Сегодня я со своим тестем, Олиным папой и моего сына дедом, отправляемся на рыбалку. Моего тестя зовут тоже, как и меня, Серега, мой тезка. И мы сегодня отправляемся с ним на карповую рыбалку в надежде поймать какую-то большую рыбу. У нас уже практически 6 часов вечера. Мы сколько будем здесь? Сутки где-то? Будем, короче, примерно сутки здесь находиться. Надеюсь, что мы поймаем какого-то большого карпа и вообще надеюсь, что у нас будет классная рыбалка. Сейчас, в общем, нам нужно распаковать, насколько я понимаю, вот это все барахло. Я вообще рыбу в детстве когда-то ловил на удочку, какую-то плотву, на тараньку. Буквально в рыбалке ничего практически не понимаю, но здесь у меня такой заядливый рыбак. Недавно вытянул карпа, я где-то тут фотку вставлю, на 12 килограмм. Я надеюсь, что нам сегодня тоже повезет и мы тоже вытянем такого большого монстра. Примерно понимаю для чего, это подставка под удочки, да? Да. Я в детстве, когда ловил рыбу, то мы вырезали с дерева такие типа рогатки, тыкали их где-то в воду и ставили на них удочки. Так, а вот это я, насколько знаю, пищалки специальные. Стинализаторы. То есть сюда вставляется леска. Расскажите вы немного, потому что может неправильно сейчас. Сюда вставляется леска, когда рыба клюет, передает сигнал на пейджер. И мы видим, какая удочка у нас клюет. Спустились мы, ребята, ниже сюда к ставу. Вот, собственно, став, на котором мы сегодня будем рыбачить. Тесь тут разложил уже удочки, еще чем-то занимается. Я как настоящий неопытный рыбак стою, ничего не делаю, просто наблюдаю. Здесь, короче, мне понятно, здесь у нас удочки. А что у нас здесь происходит, Тесь? Здесь у нас происходит сейчас процесс наживления приманок. На что мы, собственно, и будем ловить рыбу. Я так понимаю, кукуруза. На этом столу больше клюет кукуруза, чем бойлы. А чего она такого цвета интересного? Это запах манго. Раньше я не видел такую кукурузу. А еще посмотри, с каким вкусом, с каким вкусом, разные. Ну, а карп лучше всего получается на кукурузу, да? На этом столу, да. Я уже выше говорил, что я в детстве когда-то ловил рыбу. Но конкретно карповой рыбалкой мне никогда не доводилось заниматься. И я вот увидел такую картину, что на крючке нету ничего. Мы ловим на кукурузу, но на крючке ее нету. И для меня это немножко удивительно. Когда рыба клюет, карп кушает. Он его всасывает, выплевывает, всасывает, выплевывает. Потом затягивает крючок себе в рот. Колется и за счет груза подсекает классика жанра за нижнюю губу. Вот с помощью такой иголки одевается на вот этот поводок. И в конце ставится такой маленький фиксатор. Ну и потом эта штука крепится на поводок. Поводок крепится на литкор. А есть, ребята, еще такая большая монстр кукуруза. Понятия не имею, где она выращивается. А чем она пропитана, что она красная? Краубери. Клубника. И запах тоже кукуруза. Клубничный запах. Да, реально клубникой пахнет. Итак, ребята, у нас еще есть такой кораблик. Он, конечно, под таким углом, возможно, на какой-то сапог похож. Но это кораблик. Кораблик нужен для того, чтобы отвозить туда вперед, где-то прикормку. И, насколько я понимаю, забрасывать сами крючки, да? Да. То есть где-то, я так понимаю, вот эта прикормка сюда сыпется. Да, сыпется, ложится крючок. Сейчас более. И вот таким пультом, короче, потом там где-то далеко-далеко будет сбрасываться. Поставили, ребята, кораблик на воду. Включили. И сейчас он у нас поедет. Батареи давай. Сейчас принесу. Не поехал кораблик, нужны батарейки в пульт. Хорошо, что я взял с собой батарейки, которые предназначались в фонарик, но будут для пульта. Потому что без пульта мы не сможем закидывать прикормку. И что, далеко так надо завозить его? А в определенной точке самое главное всегда в эту точку увозить, для того, чтобы прикормка оставалась в одном месте. И карп там собирается, и мы его оттуда попробуем сновить. А тут у нас вот такая вот картина. В одной катушке около 800 метров лески. Леска, в принципе, крепкая, должна выдержать большого карпа. Кораблик он уже где-то там далеко-далеко. Вам, наверное, еле видно его уже, но мы его еще видим. Ребята не успели забросить первую удочку, как уже вроде бы поклевка. Или нет? Сейчас увидим. Поклевка, да? Похоже. Да. Что по ощущениям? Большой? Ну, не знаю. Сейчас увидим. Говорит, а что ты написал в письме? Вот получим и прочтем. Только еще у меня в жизни такого не было, чтобы сразу забросил. И практически еще даже... Еще даже вот эту пищалку не включили. Еще ничего не включили, и сразу рыба вклюнула. Такое бывает очень редко. Вываживать надо, Серега, спиннингом, а не катушкой ломать катушку. Вот вы вважаем спиннинг. И потом во время начинаем. То есть вот так по чуть-чуть получается? Да, но просто не катушкой надо работать. А сейчас тебе придется... А, то есть когда наматываешь, чтобы катушка расслабленная была? Да, потому что сломаешь катушку. Я понял. Сейчас тебе придется, Серега, попробовать поработать подсаком. Подсаком без проблем. Я так понимаю, я еще чуть-чуть рано его беру в руки, но... Ну, такого у меня еще не было. Так, это мне где нужно стоять, чтобы... Тебе нужно стоять здесь. Я понял. Давайте поменяемся местами. Берем подшаг, ребята. Я не знаю, что с ним делать, но я так понимаю, уже опускать. Да, уже опускай ниже. Вводит. А я буду пытаться подтянуть тебе рыбу. Видишь, как он кирает? Уже близко. Тарфик небольшой. Здесь говорит, килограмма на два будет. Может, полтора, но все равно... Ну, все равно это не маленькая рыба. На самом деле, я вот... Не рыбак, для меня это большая рыба. Ну, ничего себе такой большой. Приятная рыба. Не-не-не. И вот, и вот я бы вот подложил. Не-не, не попал, не попал. Попадай. Вот. Вот он наш. Не-не, так, серьезно, как подсак не поднимай. Все? Вот теперь поднимай не подсак, а вот так. Вот так, да? Да. Ничего себе, маленький карпик. Офигеть. Офигеть. Если не успел поставить на сигналку сразу, что у тебя. Охренеть. Офигеть, ребята. Смотрите, как... Блин, я такую здоровую рыбу. Еще никогда не видел, чтобы ловили. Нижняя губа, кстати. Классика жанра за нижнюю губу. Вот такой вот, ребята, карп. Офигеть. Я таких больших еще в руках, наверное, не держал. Только в магазине. Видел, что в аквариуме там плавали? Ну, шо? Идет в мешок, короче. Да. А мы будем дальше ловить. Не успели, ребята, даже все удочки закинуть. Только одну только закинули и сразу клюнуло. Сейчас, короче, перезакидываем обратно эту же самую удочку или другую уже? Одну, эту. Эту же самую перезакидываем. И, я не знаю, у нас 4 удочки. Если будет дальше такой клев, то мы, наверное, все 4 даже не успеем закинуть. А можно будет я это потом вот так попробую? Да, можно. Это сейчас только прикормку тогда будем возить? Да. Только я не знаю, если у нас будет такой клев, когда мы будем заниматься самым главным делом. А что самое главное на рыбалке? Самое главное налить водяному и самому попробовать. Я понял. Без этого вообще никак. Клев может пропасть. По традиции им всегда надо налить водяного. Но мы не успели. Водяной, видно, меня узнал с прошлого раза. Пошел перезаброс первой удочки. Удочки заброшены. Когда что-то клюнет, будет вот такой вот звук. У нас там. А у нас там. Мы сейчас отходим туда, к машине. Это получается, если плохой клев, можно вообще спать. И если будет что-то клевать, оно разбудит. Ты ночью спишь в себе, в палатке. А карп уже никуда не уйдет, получается. Шикарная штука такая. Спортивная рыбалка. Очень спортивная. Ну что, дорогие подписчики. Пока мы забросились. Теперь, как все нормальные рыбаки, мы начнем пить кофе, чай. Вот сейчас мы его приготовим. Где? Вот возьмем, нальем в чайничьи воды. Закипятим воду. А пока будет закипать вода, мы, как нормальные рыбаки, начнем пить воду. Не успели, ребята, поставить кофе. Как уже. Кстати, опять эта же самая удочка, да? Да. И опять мы тянем рыбу. Что, так на глаз сможете уже определить или еще рано? Больше килограмма точно. Если так будет целую ночь, мы не успеем. Даже сегодня не спать, не ехать. Тут небольшой. Но для меня, например, мне кажется, что он очень большой был. Ну, зато радует интенсивность клево. Каждые 20 минут. Ну, этот... Этот корпуша был очень лояльный. Он даст нам дальше покушать. Он ушел. Шарался? Да. Блин, зря я подхватник взял. Ну, ничего, ушел так ушел. Пусть растет. Когда вырастет большой, пусть еще раз приходит. Так, это уже не ложная тревога. Это уже что-то было серьезное. Опять желтый спиннинг, который мы... Пока добежали, уже что-то... Это тот же желтый спиннинг, который мы... Самый везучий сегодня. Постоянно на голову карпу одеваем. О, мы тянем опять рыбу. Это уже посерьезнее, судя по... Чем предыдущая, да. Чем первая, я не знаю, какая-то посерьезнее рыба. Я заранее подготовлюсь. Возьму подшаг и стану здесь на поготове. Мы должны словить зеркального карпа, чтобы его легче было чистить. И мы его, наверное, пожарим. Ну, естественно, если он будет маленький, мы его выпустим. Если до полтора килограмма. Ну, такой, поменьше вроде будет. Чуть поменьше. Иди сюда. Вот так, да, под саком работать надо? Все, я теперь уже это... Под саковый рыбак. Уже знаю, как под саком работать. Так, не буду ложить его, потому что... Сейчас если дернется, не дай бог упрыгнуть. Или такого выпускать будем? Да, да, все, вытягивай. Это... Это зеркальный или нет? Да. Оставляем? Да, пока для общего застряда... Опа! Поэтому под сак лучше не опускать. А если что, потом если выпустим, он жить все равно будет, да? Да, конечно. Потому что мы сейчас его в воду опустим. Да, достаем наш мешочек с рыбой. С той стороны. Так, ложим туда. Так, и расскажите еще, почему то, что меньше полтора килограмма выпускать и больше пить тоже? Потому что маленькая пускай растет, а большая пускай нас радует. Я понял. Потому что, ребята, если рыбу не выпускать, то рано или поздно она вся выловится и, в принципе, ловить нечего будет. Сегодня клев у нас для начала многообещающий. Надеюсь, что так будет и дальше. Поэтому большую и маленькую рыбу надо выпускать. Перезабрасываем, ребята, нашу счастливую удочку. Это конкретно вот эта. На нее уже мы вытянули два карпа. И один сорвался. Там хороший ориентир как раз на кормушку. Не перепутаем ни с чем. Значит, ночью будем хорошо рыбачивать. Ребята, в 8 утра. Утра, говорю, вечера. Не успели отойти, как опять именно вот эта удочка. Счастливая. Так, я сейчас насмотрюсь в теории, как это все выглядит. И начну на практике уже пробовать вытягивать. Короче, все остальные удочки, я понял, можно уже... Я только что хотел это сказать. Можно сворачивать их или не брать вовсе. Рыбы нам уже хватит вообще. Большой? Нет. Стандартный. Когда будет большой, ты увидишь. Стандартный это сколько? До трех. Я помню, ничего себе стандартный. Даже тот первый, который мы вытянули, два килограмма, как по мне, он такой, очень большой. Он оказывается чуть меньше стандартного. А стандартный это вообще мелкий. Большой увидишь, когда кьет. Если большой кьет, то он уже в другую сторону попьет. Так, лишь бы он сейчас на удочке не запутал. Что такое? Он уже запутал. Что всегда большой делает, если маленький так? Что хочет, то делает. А сколько вообще по времени вот такого большого килограмма, где на 10 можно тянуть? В прошлый раз было 7 минут. И иди сюда. Он уже соседнюю запутал. Опять зеркальный. Ай, бляха-муха. А, палец, крючок загнал чуть-чуть. Уже загнал? Нет, уже где-то там чуть-чуть, там не страшно. Ну, полтору. А, маленький. Ну, как бы да, тебе побольше были вроде. За количество слоев потом будем опускать. Так, ну по факту мы ловим полтора часа. Клев, можно сказать, сумасшедший сегодня. Желтый? Опять это же самое. Есть? Уже такой небольшой закат. Время уже ближе к 9. Да, уже 3-5 часа рыбалки. Пятая поклевка. Мне кажется, что пятая поклевка за 3 часа это немного, но на карповой рыбалке оказывается это очень-очень даже много. Если вообще, что калибр рыбы не такой, как на удочку ловишь карасика, что там по 300, по 100 грамм, то он довольно часто клюет. Тем более, что и на одну удочку все время клюет. Вообще шикарно. Все остальные надо. Можно это, чтобы не мешали просто убрать их. Оп-оп. Это маленький вообще такой шкет. Тоже жеркальный, да? Такой же. Я вот чем больше их вижу, тем больше они мне кажутся маленькими. Мы, ребята, поняли, что отличает именно вот эту удочку, на которую практически каждая поклевка идет. Или все вообще были только на эту? Да. Вроде все были на эту. Мы, конечно, поняли, что ее отличает от этих троих. И мы сейчас все исправим. И у нас, по идее, будет теперь в 4 раза больше поклевок за одно и то же время. Лишь бы сейчас не сглазить. Каждый раз вот при перезакидывании вот так добавляется прикормка. И кораблик ее уносит. Субтитры добавил DimaTorzok. 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 Добавил DimaTorzok. Субтитры добавил DimaTorzok. Субтитры добавил DimaTorzok. Добавил DimaTorzok. Субтитры добавил DimaTorzok. Над vemos Stephen Lee. До недавнего времени был самым свежим. Сейчас мы конечно по свежести немножко обновили карпа. не успели мы ребята перевернуть нашу рыбу как уже новая поклевка. То около часа ничего не было то одна за другой. Даже вот эту удочку не успели перезакинуть. И еще в кустах это там Шерудит. Все кофе не выпил. вижу вижу это большой это походу сегодня рекорд у нас амур как вполне карп но я не разбираюсь амур тоже дин я вам скажу по весу это вроде как бы самый большой это трешка нихрена себе тих 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 о как я под саком научился работать второй раз поймали амура одного и того же причем тих 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 сиди капец какой он огромный ребята я такую честно большую рыбу в живую именно чтобы сам кто-то поймал никогда не видел только в магазине такое видел водка короче нога моя него там урчик музей поле чудес принимая рыбу ну это тоже только не маленький уже кабан такой по сравнению с рукой моей или ногой ну чтоб сравнение было понятно вот ногу подставил и вот самое прикольное что всегда за нижнюю губу запряются так все продумано и при кормку можно не менять до экономная рыба карп бляха муха ели от реально ребят ели в руках держу такой здорово 6 утра ребята понемножку ночью вынимали удочки уже не перезакидывали их потому что хотелось поспать клев сумасшедший но поспать не получилось ну что мы его поймали очень мелкий жук не долом поспать ну чё килограмма полтора за тоже будет не долом гад поспать ну все можно идти спать всем ребята доброе утро ночью был классный клев мы приходили вытягивать одну удочку перезакидывали клевала вторая короче мы по одной удочке так по вынимали по вынимали по вынимали легли спать сегодня в 9 проснулись перезакинули все удочки и вот 9 30 у нас уже первый клев я кстати это не помню во сколько я уже такой был в тумане сонный а последнюю удочку я где-то вроде 6 вытягивал вытянул уже такого эти карпика не помню вроде тоже на килограмма полтора уже не кажется мне вовсе большим уже такой даже необыкновенный маленький как будто ну что карпик доброе утро лучше не или зеркальный мы выспались можно уже ждать какого-то морса тихо 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 начало в принципе хорошее наверное сегодня будет такой же клев как и вчера я думал что это за на черные камни возможно уплыли но судя по тому что реально 15 минут после заброса и уже клюет то короче сегодня будет наверно тоже хороший день ну что ребята мы только перезакидываем а тут уже на черных камнях опять рыба если бы мы не вытянули удочки то мы все они не поспали наверное а так хотя бы выспались так этот ребята сильно маленький поэтому мы его чуть-чуть конечно не сильно мягкое на приземление ну пускай растет капец ребята сегодня клев не хуже чем вчера буквально насколько мы на 5-10 минут отошли попить кофе хорошо хоть кофе успели допить потому что мы его когда только сделали перед этим тоже клевало то короче пришли уже холодный кофе пить ну хоть кого холодный кофе успели выпить я за чего блины счеток другие подряд уже что-то не так и сделал что-то не случилось ну у тебя еще шансов тренироваться сегодня есть ого го еще выловишь свою самую крупную рыбу ну этот мог бы быть самым крупным обидно что сорвалась потому что это могла бы быть самой крупной рыбой которую я тянул ну у нас еще есть время так что я думаю сегодня еще какого-то монстра там на килограмм 10 хотя бы минимум надо поймать короче ребята самый большой мой улов который я сам вытянул сколько килограмма 2 да тут ну больше где-то 2 800 2 700 вот такой вот у нас улов усатенький что мешок или сразу выпускать сразу выпускаем пошли аккуратно да надо чтоб да аккуратно и так чтобы рыба нежная расти прекрасно расти большой и радуй нас еще раз ровно час дня немного подуть их наш клев уже примерно час никаких поклевок вообще не было что-то запищало может это я мостик этот потряс и она запищала но если такой клев дальше будет продолжаться то к сожалению сегодня монстра не поймаем ну в принципе так мы поймали достаточно много рыбы были крупные такие рыбехи мне понравилось ловить рыбу но есть у меня где-то там внутри головы такая мечта что вот хочется поймать именно такого большого большого монстра я думаю что даже если не поймаем ничего страшного по ходу ребята рыба уже заканчивается больше часа не было никакой поклевки вытянули карпика и выпустили потому что если закончится рыба блин скучно будет нечего ловить будет да без напарника тяжеловато но мы справились ох блин опять этот зеркальный карпик такой вот ребята карпик можно сказать для данного водоема практически стандартного размера зеркальный как всегда его тоже выпустим потому что мы поймали за последние практически сутки уже реально очень много рыбы и с той что поймали нам реально столько и не нужно большую часть мы выпустим так что я этого давайте выпустим пускай живет растет еще большим килограмм 15 и пошел все расти большой не будь лобка так ребята что-то рыба разошлась начинаются поклевки наверное рыбе понравилось мы выпускать начали лишь бы монстры клюнул мы часа через два будем сваливать уже так сказать домой было бы неплохо что-то хотя бы больше 50 килограмм вытянуть за всю нашу рыбалку пока что самая крупная рыба наверно где-то 3 может 3 с копейками амурчику тот что мы ночью вытянули ну а мой рекорд где-то 2 с копейками мой личный рекорд наша рыбешка уже под берегом я опять без напарника к моему тесте приехал какой-то друг они с ним сидят там разговаривают а я тут отрабатываю навыки самостоятельной рыбалки тихо 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 вот мы таких шустрых подшаки видали это вообще время это кажется это все один и тот же car они это уже не зеркальный счет и у нас тут братан прозлутил наживку давайте освободим и выпустим яхте тихо 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 не бей тебя, давай уже вали, 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 свободен красава хотел аккуратно его, чтоб он не ударился ну видимо он куда-то спешит, ну что ребята, наша рыбалка уже видимо подходит к концу, хочется уже ехать домой, кушать рыбу и прежде чем это все сделать нам нужно отпустить лишнюю рыбу, потому что рыбы поймали мы очень много и нам столько много ее просто ну нафиг не надо поэтому давайте будем ее выпускать по одной будем выпускать? конечно тишь, тишь, тишь к нам приехала такая группа поддержки уже так это обычный, это небольшой вот такие вот это обычные тут это не обычный зеркальный зеркальный хорошо часто пила как профессиональный чистенький о, пап, правильно думай, да может там было зеркальный да, они почти все тут зеркальные зеркальные проще часто пила о, пукнула рыбка можно под шумок кому-то пустить шептуна скажем, что рыба ну, а это три оставим себе еще у нас, ребята, есть один мешок сейчас еще с этого будем выпускать кстати, всю ночь оно так как-то ловилось ловилось, ловилось казалось, что рыбы на самом деле намного больше начали выпускать, поняли, что ее не так уж много в принципе, ее не так уж и мало и мы еще очень много выпустили в процессе рыбалки и вот это, первый, которого мы поймали, да, вроде? рыба, тихай! да, это самый первый, которого мы поймали да, что он небольшой два килограммчика где-то расти большой, не будь лапшой попадайся нам опять вот это, наверное, самая-самая большая рыбеха это амур, где-то килограмма три может, чуть больше, да? в общем, нам сегодня монстра не удалось поймать но, если вам понравилось, ребят, данное видео пишите в комментариях хотели бы вы, чтобы мы приехали еще раз поймали большого монстра на 10, а то и больше килограмм ну, а пока что вот это самый наш такой большой улов за сегодняшнюю рыбалку вот такой у нас сегодня уловчик ширину какой-то пока спасибо этому карпу за впечатление